Здравствуйте, друзья! ФРС США заявила, что готова предоставить ликвидность всем банкам и финансовым учреждениям, которые отвечают критериям. Джо Байден добавил, что все 19 триллионов долларов депозитов в банковской системе будут защищены и обеспечены. При этом, как говорит Джей Пи Морган, ФРС США вольет в систему только 2 триллиона долларов. Где же остальные 17? Давай попробуем понять. Послушай, как Джанет Йеллен, министр финансов США, усугубляет ситуацию, фактически подтверждая, что в Соединенных Штатах теперь новая, многоуровневая модель банковской системы. Начнем с банковской проблемы. Будут ли депозиты клиентов каждого общественного банка в Оклахоме, вне зависимости от размера, полностью защищены и обеспечены? Будет ли применяться каждому банку в Оклахоме такая же политика, как КСВБ или Сигнача Бэнк? Банку будет оказана помощь только в том случае, если супербольшинство чиновников FDIC и ФРС США, если я и Джо Байден придем к согласию, что коллапс такого банка приведет к систематическому риску и значительным финансовым последствиям. Мы будем определять, нужна ли помощь банку или нет. А в чем заключается ваш план? Как вы удержите крупных депозиторов от того, чтобы они не выводили деньги из общественных банков в крупнейшие банки? Мы уже видели слияние банков за последние 10 лет. И я думаю, что вы ускоряете и вдохновляете развал остальных банков, практически говоря крупным клиентам, там мы вас не защитим. Но если вы перейдете в предпочитаемый нами банк, вы будете защищены в этом банке. Ну, смотрите, это не то, на что мы вдохновляем. Но это происходит. Это происходит, потому что депозиторы обеспокоены коллапсами банков, которые уже произошли. И другие банки тоже могут рухнуть, вот что их беспокоит. Это происходит, потому что твои депозиты сейчас полностью защищены в крупнейших банках и совсем не защищены, если они в общественных банках. Ну, ты не полностью защищен. Эти ваши слова не совпадают с тем, что вы делаете с Signature Bank. Ну, мы почувствовали, что там серьезные риски распространения коллапса. Могли произойти массовые набеги клиентов на множество других банков. Система стабильна и безопасна. Депозиторы должны верить в систему. Для этого мы и предприняли эти действия. То есть, существует специальный подход к моим банкам и банкам в остальных штатах страны? Была ли дискуссия насчет того, что специальный подход покроет только крупнейшие банки? Или же вы рассуждали о покрытии и общественных банков в моем штате? Я думаю, я не уверен в том, какие там правила. Это определяет FDIC. Было публично заявлено, что, например, Silicon Valley Bank имел огромное количество китайских инвесторов и китайских компаний, которые напрямую связаны с китайской коммунистической партией. Придется ли моим банкам в Оклахоме платить специальные взносы за то, чтобы привлечь этих инвесторов, компании и организации, которые являются китайскими, из Банка СВБ и других недавно закрытых банков? Не вижу легальных оснований для этого. Банковская система в США теперь полностью изменилась и состоит из двух уровней. Первый уровень – слишком жирные для банкротства банки – JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America. Второй уровень – все остальные банки. 19 трлн долларов депозитов не будут обеспечены. Обеспечены будут только крупнейшие банки. Если ты держишь деньги в банках первого уровня, ты депозитор. Но если в банках второго уровня, ты уже незащищенный кредитор. Переворот в банковской системе Америки завершен почти что незаметно. Но я раскопал тайные и сделал его явным. Роберт Кийосаки уже прокомментировал эту ситуацию. Он написал «Ужасающее заявление от министра финансов США Джанет Йеллен. Наступает конец капитализма. И с этим трудно не согласиться». Дело в том, что эта ситуация была описана еще в 1775 году и получила название «Эффекта Кантиллиона». Его хорошо объяснили в книге «Чудовище с острова Джекилл». Рекомендую почитать. Ты просто почитай про него и удивишься, насколько изменения в банковской системе США сейчас похожи на эффект Кантиллиона. Что это за эффект? Пример. Если Центральный банк печатает банкноты, то первыми их получают те, кто находится ближе всего к ЦБ финансовой цепочке, то есть коммерческие банки. Пока существует такая система, мы постоянно будем приходить к двум тяжелейшим решениям. От обоих будет не легче, а только хуже. Решение очень простое. Избавиться от посредников. Создать финансовую систему, которая не требует посредников. Проблема с эффектом Кантиллиона заключается в том, что те, кто находится ближе к отправителю, выигрывают по сравнению с теми, кто находится дальше. Это, как правило, люди с более низким уровнем жизни и зарплаты, и неравенство в такой системе только растет. Фактически, это финансовая пирамида. И чем меньше посредников, тем лучше. Знаешь, у кого вообще нет посредников? Напиши в комментариях свой вариант. Ну а я отвечу, у биткоина. Биткоин неизбежно должен изничтожить старую систему и построить более свободную и справедливую экономику для всех. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся завтра в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»